В 2013 году известный криминальный авторитет Азиз Батукаев был незаконно освобождён из колонии на основании неизлечимой болезни. Много лет это резонансное дело оставалось незамеченным. Но три года назад по факту освобождения Батукаева было заведено уголовное дело, материалы которого потом передали в Первомайский суд. Главным обвиняемым выступал Алмазбек Атамбаев. В юне 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В марте этого года Верховный суд оставил приговор в силе. Судебные разбирательства и по другим делам, в которых участвует Алмазбек Атамбаев, продолжаются с 2019 года. Однако практически все судебные слушания проходили без его участия. По данным службы исполнения наказания с 30 декабря 2020 года было 63 требования Первомайского райсуда о доставке бывшего президента в зал заседания. 61 раз Алмазбек Атамбаев отказался участвовать в судебных процессах. Он не признает наши законы. Это правовой нигилист. Президент правовой нигилист. Так она называется. Когда открыто отрицает закон, он является нигилистом, отрицающим наши законы. А закон для всех един. Хоть бомж, президент, министр. Закон для всех един. Отпуская обворов в законе из наших тюрем, он издевался над правосудием нашим. Сам Алмазбек Атамбаев заявил, что считает свой арест местью. Политологи говорят, что подобное заявление с его стороны – это всего лишь уловка. Отдельные эксперты считают, что Атамбаев своими последними действиями пытается привлечь к себе внимание общественности и вызвать их жалость. По их словам, его непредсказуемые шаги имеют некую манипуляцию или провокацию. «Я сказал, мне кажется, это самое, что есть провокация. Кому-то навредить. Но он не понимает, что он вредит самому себя, своей семье, которая страдает от этого. Ведь, ну, смотрите, если он продолжает идти дальше этим путем, он же никуда не придёт. Правильно? Надо прийти, на путь разума, разума, законности. Вот он сейчас много говорит о демократии, о свободе, об узниках. Разум, он не сажал многих журналистов. Он же сажал. Даже я помню, он как, это было даже мне стыдно, он как судился с журналистами радио Азатых, а потом вмешался международной общественностью, наладил. То есть, он не терпел никакой критики, а сейчас он критикует нового президента». Во время своего президента Сталмазбек Атамбаев неоднократно заявлял о необходимости соблюдения законодательства и об активной борьбы с коррупцией. Однако, эксперты единогласно подчёркивают, что коррупция тогда, наоборот, набирала силу. Наглядным примером могут послужить уголовные дела по модернизации ТЭЦ, незаконное освобождение преступников и коррупция в сфере образования. «В погоне за коррупцией он совершал политгонения своих оппонентов и других чиновников. Он всегда говорил, что к завершению своего президентского срока посадит в тюрьму всех коррупционеров. Однако, его приближённые, замешанные в коррупции, продолжали оставаться рядом с президентом. Я тогда, замотивированный идеей Атамбаева об искоренении коррупции, обратился к нему в Белый дом. Доложил о коррупционных делах в системе образования. Но вместо того, чтобы наказать коррупционеров, наоборот, он открыто оказывал им поддержку». Помимо этого, при Алмазбеке Атамбаева было подписано много кредитных договоров с Китаем и другими странами. Если на конец 2010 года внешний долг страны составлял 2,602,000,000 долларов США, то при прежнем президенте этот показатель удвоился. «Во всех этих хитросплетениях международных контрактов и договоров простые люди не понимают. Там они мелкими буквами ставят пункт такой. Допустим, если нарушение каких-то договоров, то спорные моменты мирным путём решаются или рассматриваются в каком-то, вот в гонконгском, Китае в суде. Это означает, они скрыли суть контракта. Китайцы никогда не раскроют то, что было вредно крыльцовскому народу. Поэтому, а почему бы контракт открытым текстом не объявлен, и не было такого условия, которое бы другие, иные международные суды могли бы рассматривать? Значит, они концы в воду. Говорят, все эти соглашения были с какой-то целью воровства из этих кредитов, были скрыты от простого народа». «Самый главный его недостаток, который нас посадил, это, конечно, то, что оставила страна огромным долгу перед иностранными государственными отношениями. Он брал, не рассчитывая на возможности нашей страны. И вот за него сейчас приходится всем нам рассчитываться и отдавать за счет и так тяжелого государственного бюджета долги этому, тому или иного государства. Насколько я понимаю, вот чуть ли вот в будущем году мы должны там чуть ли 400 миллионов долларов внести. Это же наследие Атамбаева, об этом он совершенно забыл». Отметим, что Алмазбек Атамбаев, помимо уголовного дела по Батукаеву и по Кайдашским событиям, обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Пишкека. Именно он в 2014 году лоббировал интересы китайской компании при модернизации ТЭЦ на кредитные средства в 386 миллионов долларов. Позже было выявлено, что финансы использовались нерационально. Также в списке уголовных дел в отношении Атамбаева имеются незаконная выдача паспортов Кыргызстана и беспорядки в октябре прошлого года.